Уважаемый Артур Николаевич, уважаемые участники университетного заседания, на сегодня государство уделяет особое внимание развитию архитической зоны России, реализуются масштабные проекты в Мурманской и Архангельской областях, Ненецком и Малонецком округах, опережающими темпами идет развитие Северного морского пути. В то же время считаем, что недостаточно развитой является инфраструктура в Таймыре Турханской, Северо-Якутской и Чукотской опорных зонах. Развитие архитической зоны мы должны рассматривать как целостный проект. Обеспечение взаимовязки всех отраслевых мероприятий на этапах планирования, финансирования и реализации позволит сократить северный затрат и издержек как на федеральном, так и на региональном уровне. В первую очередь приоритетом должна выступать транспортная связанность архитических субъектов. В западных архитических регионах проводятся масштабные работы. Это строительство подводящих к морским портам железнодорожных магистралей, Белкомур и Балинскому, новых морских портов. Именно реализация западных проектов обеспечит решение, поставленное президентом России, задачи по увеличению грузопотока северного морского пути в 10 раз в 2025 году. Также президентом России поставлена задача по ускоренному развитию Дальневосточного федерального оборудования. Почти половина северного морского пути пролегает вдоль морской береговой линии Якутии и Чукотки. Для того, чтобы трансформировать северный морской путь в полноценную транспортную артерию, необходимо развитие региональных морских портов в Дальневосточном федеральном оборудии. В республике Саха-Якутии это в первую очередь развитие морского порта Тикси и порта Зеленый мыс. Согласно укрупненному расчету, объем перевоза грузов по проектам добычи, золота, олова, редких металлов в серво-якульской опорной зоне, к 2030 году потенциально может состоять 1 миллион тонн в год. Второе, на что необходимо обратить особое внимание, это то, что развитие северного морского пути, кроме морехозяйственного комплекса, требует развития аэропортов и дорожной инфраструктуры. Вся транспортная инфраструктура в Арктике должна развиваться в совокупности. Здесь требуется точность и скорость принятия решений, выстраивание логистичных цепочек, оптимальных как по скорости, так и по стоимости доставки грузов. В целях развития будущего автодорог межрегионального значения, такие как Республика Сахай-Якутия, Чукотский автономный округ, Магаданская область, необходимо продолжить строительство участка дороги «Зеленый мыс» до границы Чукотского автономного округа для скорейшей доставки грузов и спорта «Зеленый мыс», в том числе в рамках освоения воинской рудной зоны. Первоочередные проекты, такие как реконструкция морского порта Тикси, порта «Зеленый мыс» и строительство дорог нужно учитывать в профильных государственных программах уже сейчас. Скорейшая реферилизация позволит сэкономить время и ресурсы при освоении масштабных проектов Северо-Якурской и Чукотской опорных зон. Развитие Арктики требует высокого уровня человеческого капитала. И третьим важным приоритетом должна стать кадровая политика. Арктика – территория, требующая применения и внедрения новых энергоэффективных технологий в строительстве, ЖТХ, энергетики, модернизации отраслей сельского хозяйства, внедрения новых типов транспорта, активизации прикладных научных исследований, обеспечения доступной и качественной интернет-звязи. Понадобятся профессионалы, умеющие работать с новейшими технологиями. В связи с перспективными развитием морехозяйственного комплекса, речного хозяйства, понадобятся моряки, судоремонтники, работники навигационных служб, метеорологи. Разработка месторождения полезных ископаемых требует кадров для промышленностей, водителей больших грузов, дорожников. К 2025 году мальчикативный эффект только от развития горнодобывающей промышленности арктических территорий Якутии, обеспечит создание не менее 1500 новых рабочих мест, горнодобывающей промышленности и более 3000 сопутствующих отраслях. В 13 заполярных районах Якутии на территории равной территории Северо-Западного федерального округа проживает всего 68 тысяч человек. Это 7% от населения Якутии. Дальневосточная Арктика расстелена крайне дисперсно. И понятно, что для освоения этой части Дальнего Востока проживающих в ней человеческих ресурсов недостаточно. Необходима соответствующая государственная поддержка, стимулирующая молодежь стремиться для работы в Арктике. Экономическое развитие Арктики должно в целом способствовать подготовке передовых научных кадров, становлению России мировым лидером производства сложной наукоемкой продукции в арктическом исполнении. В республике Сахая-Якутия район поселка Тикси в силу своего географического положения является уникальным местом для проведения наблюдений за изменением климата и устойчивого развития Арктики. Здесь функционируют 5 постоянно действующих научно-исследовательских станций. Ежегодно только в районе Тикси проводятся до 15 российских и международных экспедиций. Если западная часть Российской Арктики больше ориентирована на добычу полезных ископаемых, в восточном секторе Российской Арктики предлагается создать международный центр научных исследований Арктики для комплексного изучения природной следы, ресурсов шельфа, глобального потепления, атмосферы и гидросферы, гуманитарных исследований. В завершении хотелось бы сказать, что Северо-Якутская опорная зона наряду с Чукотской в постпограмме развития Арктики определены пилотными регионами по формированию опорных зон. При этом на данный момент нет разработанной Минэкономразвития России единой методологии формирования опорных зон, что существенно влияет на качество и скорость проработки данного вопроса. Проводимая государственная политика в развитии Арктической зоны, в развитии Северного морского пути, вселяет надежду и перспективы для арктических регионов. Уважаемые коллеги, мы слишком поздно понимаем, что смысл жизни заключается в самой жизни. Хотелось бы, чтобы население Арктики быстрее ощутило эффект от реализации масштабных арктических проектов. Поэтому хочу выразить пожелания, как и многие участники Международного форума Арктика, настоящее и будущее, скорейшего принятия федерального закона об арктической зоне Российской Федерации. Спасибо за внимание.